Область, где не действует закон. В Полесье сейчас настоящий янтарный фронт. Старатели идут войной против Нацгвардии. Жгут их блокпосты, открыто угрожают расправой и блокируют международные трассы в знак протеста. Нескольким сотням правоохранителей противостоят тысячи добытчиков янтаря. При этом местные обвиняют полицию в крышевании янтарного бизнеса. Наша Инна Белецкая выслушала обе стороны конфликта, побывала в ночном рейде Нацгвардии и в затерянных лесных селах старателей, и каждый раз съемки сопровождались риском. Эксклюзивный материал. Смотрите далее. Это все как будто другая реальность. По обе стороны янтарных баррикад. Люди в камуфляже. У одних он потертый, забрызганный болотной грязью. У других отстиранный после ротации в АТО. Полесье. Оперштаб 2.0. Янтарные земли просто захлестнули протесты. Олевск. Международная трасса Киев-Варшава. Ее перекрыли люди, возмущенные присутствием полицейских в лесах и спецразрешениями на добычу янтаря, которое получила одна из фирм. Клесов. Противостояние на месторождении. Зачинщика задержали. Варшавка опять перекрыта. Причина этого перекрытия была что? Одна из причин. Вот наш товарищ, наш земляк сидит в тюрьме, звільнит его. Ну это же незаконная вимога. И мы никогда не пойдем на такие умовы. Никто не пойдет. Для этого влада и существует. Заречнинский райотдел протест селян. Говорят полицейские. Стреляли. Что еще кидали? Стреляли. Что еще наказали? И шла целая колонна. Кто там кидал? Куда кидал? Разберемся, поднимемся. Не устраивайте цирк. Я вас прошу. Не устраивайте, так было. Но это будет показано всю Украину. Да и показали, что вы так сказали. Вы стреляли. Вы стреляли. Вы стреляли. Вы стреляли. Все бабло ссибали. Давайте деньги ем. А сейчас уже не брал бабла. И не стрелял. Такую картину застали полицейские на Клондайке в Боровом. И вот оно село, где бойцы оперштаба пытались остановить добычу янтаря. На улицах мало мужчин. Здесь не скрывают. Все на работе. В лесах. Пытаемся найти месторождение, но без проводников это невозможно. Четыре часа езды впустую. Янтарное месторождение в Боровом мы так и не нашли, как и раненого полицейскими, по словам местных человека. Зато в амбулатории получили исчерпывающую информацию. Янтарь позволяет людям выбираться из нищеты. В селах куда невозможно добраться по бездорожью. Растут новые дорогие дома и открываются строительные магазины. Будут, крохи поднялись люди. Все-таки бруштин, копают. Не можешь дать людям заработать гроши. Молодежь тоже туда ездит. Обычно на Питер выезжали. А это знаменитая Кухотская воля. Старенькую брусчатку в селе сменяет асфальт. Так здесь работали год назад. А вот так сейчас. Добраться сюда можно только пешком, сообщает парень на телеге, заваленной пожарными шлангами. Всего в двух километрах отсюда пост нацгвардии. Появление этих ребят загнало старателей глубже в леса. Но не остановило. Помешать работам попытались в Дубровицком районе. Но все закончилось вот так. На фото домик лесной охраны, куда заступили на дежурство нацгвардейцы. Строение сожгли и похвастались в соцсетях. Также через соцсети поднимали бунт и в Олевском районе. Объявление в соцсети, мол, хватит терпеть, едем на месторождение. Ну может быть. Это может даже провокация. Это же много фейков есть. Провокация или это, но на следующий день люди все же собрались и попытались прорваться на месторождение корабля через блокпост нацгвардии. Почали чинити опір працівникам полиції, проезжать той кордон, который творили працівники. И, соответственно, двое працівников постраждало. Сьогодні люди заезжали на природу, в лес, не знаю куда. То есть кто куда сегодня свято, кто куда хотел, туда ехал. Каким образом нам, наша доблестная полиция, тут очень много подрознений, перекрила нам дорогу. Вот один сотрудник полиції, це я бачив лично на свої очи, все бачив, не тільки я. Достав пистолет і дулом, ось снимайте, подивіться, зробив дві вмятин, плюс прорізав колісо. Вот такие совершенно разные истории. Люди по разной стороне баррикад с трудом находят общий язык. Силовики, возмущены сопротивлением селяна, те обвиняют людей в форме в крышевании. И вспоминают, как было до прихода оперштаба. По 600 баксов платили помпи, 90. Кому платили? Хто? Кому? Не мы, не мы. А тебе мотори, что 90 моторов стояло. Сила грошей шла, стояли на посту, как начинали копать, по 300 гривень брали из лопати. Никто ничего не приезжает, машины грошей возят, все, тишина. А тут-то приїхали, нацик уже нали. Утверждают, моют по ночам даже сейчас, мол, под прикрытием уже силовиков из оперштаба. Вам сказали, что пока что копать не треба, хлопцы. Пока не треба? А чего моторы стоят ночью, да мыют? Войска охраняются, а они мыют. По 10, по 15 моторов стоят. Ну, конечно, сейчас нет их там. А кто же будет мыть, если приехал в Интер? Вы хоть раз за телефону на 102 сказали, что здесь мыется. Все мовчите. Ну, все же мовчите. Мы просим у местных показать и нам, как моют ночью провести через лес на корабль. Те отказываются. Но, говорят, организованная добыча все-таки есть. Бригады копателей обустраивают лагеря и даже носят яркие жилеты. Откуда такая смелость, мы таки не узнали. Босс по телефону запретил этим людям говорить. И нас попросили уехать. По-хорошему. По-хорошему не получилось в другом Владимирецком районе. Ночью полицейские из оперштаба находят в лесу две бригады. А дальше, как в игре, нужно выполнить миссию, преодолевая все более сложные препятствия. Сначала полицейским предстоит завести трактор. И старатели вынули запчасти, чтобы машину не увезли. Дальше самое интересное. Поддержка из села преграждает дорогу. Полицейским удалось договориться, и они едут дальше. Но тут новое препятствие. Селян уже в два раза больше. Ну, мужики, ну, такая логика, да? А за что нам жить? Так давай все уничтожим тут. Поваленные деревья убрали, проехали, и вот четвертый уровень. Как оказалось, все предыдущие события только ради того, чтобы задержать экипажи. За это время старатели разобрали мост и заблокировали путь машинам. Мост полицейские ремонтируют сами, переговоры с местными результатов не дают. Они угрожают и требуют назад свои помпы. А прорываться с боем запрещает приказ, и селяне об этом знают. Старатели получают назад свои помпы, правда, уже не в рабочем состоянии, и празднуют очередную победу над властями. У самого Белого озера, в заповеднике, прямо на глазах полиции, растет новый клондайк. Уродуя, янтарная полесь. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер.